Всем привет! Сегодня мы поговорим о диагностике бытовых холодильников. И первое, что нужно знать об этом, что существует два разных, на мой взгляд, принципа диагностики бытовых устройств. Они применяются для каждого устройства своих. То есть, на примере стиральной машины возьмем. Как мы знаем, в стиральной машине существует устройство, которое и запускает весь наш цикл работы, либо стирки. Если мы, то есть, допустим, вот это устройство, это ТЭН, который нагревает воду. Вот это устройство, это помпа слива, которая эту воду сливает. Вот это устройство блокировки люка, не заблокировав который, стирка не начнется. И так далее. То есть, существует определенный ряд каких-то устройств. Если изобразить по времени, то вот у нас начало стирки, вот у нас финал стирки. То есть, в начале стирки вы нажимаете какую-то кнопку. Происходит, допустим, срабатывание УБЛ. После чего происходит набор воды. После чего происходит вращение электродвигателя. В правую, в левую сторону, то есть, определенное количество раз, определенных оборотов и так далее. После чего происходит слив воды. Ну и так далее. То есть, какой-то идет, он может дойти до сюда, потом опять назад вернуться, как это с полосканием происходит. То есть, он набрал воду, крутит, 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 сливает и опять набирает воду. И так три раза. То есть, он может три раза возвращаться на это сюда. Как только три раза прошло, он приходит дальше, выходит на отжим и выходит там финал. Финал, да. Начинает машинка пищать и радоваться, что она наконец-то постирала. Как происходит диагностика? Первое, что происходит, дело опрос. Клиенту, говорит. Клиент, говорит, не доходит, ну, то есть, он не получает вот этого результата клиента. То есть, что ты его начинаешь задавать ему вопросы. Крутит? Он говорит, да, крутит. Сливает? Он говорит, да, сливает. То есть, и ты вот двигаешься по этой шкале и пытаешься найти вот тот отрезок, на котором происходит сбой. Как только ты этот отрезок выявил, ты начинаешь изучать и смотреть на те устройства, которые подводят цикл к этому процессу, да. Либо участвуют в этом процессе. То есть, вот, в принципе, это весь процесс диагностики стиральных машин. То есть, зная весь цикл на всех машинках, ну, он примерно одинаковый у всех, плюс-минус. Вот, вы без проблем сможете диагностировать. На холодильниках это происходит немного по-другому. Даже не то, что немного по-другому, а совсем по-другому. Вот у нас макет нашего холодильника, где есть компрессор, конденсатор, где происходит нагрев, точнее отделение тепла от холодогента. Капиллярная трубка, испаритель и обратка, где газ возвращается. Основной показатель во время работы холодильника – это температура. То есть, она либо есть, либо устраивает, ну, заданные параметры, либо не устраивает. То есть, в отличие от стиральных машин, да, где много периферийных устройств, здесь, можно сказать, одно единое устройство, которое работает как единый организм, да. При сбое в каком-то отрезке другие устройства работать не будут, да. То есть, в стиральной машине, если не работает слив, она может набирать воду, она может греть, там еще что-то. То есть, здесь, если у вас засор капиллярной трубки, все, система вся встает, он не холодит. Существует не так много неисправностей бытовых холодильников. Мы не будем в рамках этого курса разбирать неисправности, связанные с электрикой. Мы сразу будем разговаривать о том, что на компрессор 220 вольт приходит. То есть, он имеет какое-то напряжение, да. То есть, если холодильник у нас как-то не работает, не холодит, но на компрессор приходит, то есть, мы вот этот участок электрики, мы не рассматриваем в данных, в рамках этого курса. Какие бывают неисправности? Первое. Одна из самых частых неисправностей. Неисправен компрессор. Может он быть неисправен из-за других. То есть, из-за засора или еще из-за чего-то. Из-за утечки незначительной. Либо еще каких-то внешних параметров. Может быть, конечно, какая-то была гроза, скачок напряжения. Может быть, просто брак производителя. Но очень часто, когда приходишь на заявку, неисправен компрессор. Тут нужно знать, что при замене компрессора нужно всегда делать опрессовку. Азотом, скажем, нагнали сюда, здесь подцепили, оставили на сутки, посмотрели. Ничего не утекает. Герметичная система. Все хорошо. Все заправляем. Первая, как мы сказали, неисправность, это компрессор. Компрессор может просто клинануть, может еще что-то с ним произойти. То есть, вариантов его поломки множество. Естественно, пришли, отрезали, поставили, припаяли. Все, никаких проблем с этим нет. Вторая неисправность, это утечка. То есть, вот здесь, допустим, у нас как раз-таки испаритель. Вот здесь его проткнули ножичком. Очень частая проблема, когда клиент решает, что нужно почистить ото льда и начинает ножичком этот, или прикрутить саморезами. А я вот здесь вот саморезик прикрутил у вас тут. Кстати, утечку можно разделить на два вида. Это полная утечка и частичная утечка. Полная утечка, это когда газ вообще вышел ножиком, или чем-то пробили, или еще что-то перевозили. Поэтому нужно всегда, когда вы приходите, очень пытать прямо клиента, когда перевозили, а до этого, когда работал. Может быть, что-то двигали, может быть, перестановку делали. Что-то какой-то, может быть, свет моргал. Может быть, еще что-то, то есть, как можно больше-больше его информации выуживать у клиента, потому что они молчаны еще те. После того, как мы определили, что у нас полная утечка, это когда хладагент полностью вытек. То есть, ну, его может быть остаточный там какой-то есть, там небольшая концентрация, но холодильник не холодит полностью. При частичной утечке, особенно чувствительно на 600-м газе, может быть локальное обледнение раз. Может, морозилка работает, а холодильное отделение не морозит два. Может, все морозит, но не отключается компрессор три. То есть, какие-то, какие неисправности, которые вы приходите, клиент говорит, слушай, все морозит, все хорошо, но не отключается. И тут нужно мерить параметры, то есть, тупо мерить параметры, мерить давление на всосе, мерить температуру конденсатора 55-45, хотя бы здесь там 45 должно быть, да, там, то есть, если здесь у вас там 38, и он еле-еле-еле теплится, да, то у вас и этот еле-еле-еле теплится. И компрессор, соответственно, не отключается, потому что на термостат, для отключения термостата не хватает температуры, чуть-чуть, 1-2 градуса, но уже не хватает, и компрессор торобанькает круглые сутки, он уже горячий, как огонь, и, соответственно, вам нужно принимать какие-то меры, информировать об этом клиента, о довольно дорогостоящем ремонте, обрадовать его, сказать, как вам повезло. Вот, и еще одна неисправность, которая существует, это засор капиллярной трубки, то есть, вот у нас трубочка, она очень тоненькая, длина ее строго регламентирована, таблицу вы можете посмотреть у нас на сайте, есть у Danfoss даже приложение, мы постараемся в наше приложение засунуть, тоже сервис по расчету длины этой капиллярной трубки. И в основном на бытовых холодильниках, на которых мощность примерно у всех одинаковая, да, там плюс-минус небольшая разбежка, это 2-2,5 метра, но на 600 газе это 0,63 диаметр, на 134 это 0,71 миллиметр, то есть, вот внутреннее отверстие, и на 12 газе это 0,8 миллиметров внутреннее отверстие. То есть, нужно иметь под каждый газ свою капиллярку, то есть, в идеале, конечно, 3 капиллярки, но зачастую достаточно 171 это на 134 газе, потому что на 134 как раз-таки чаще всего засор капиллярной трубки. А за ссори мы поговорим в следующем уроке, и я надеюсь, вам будет интересно. Неисправности системы. Утечка. Частично полная. Компрессор. Капиллярка. Три. Кто знает, напишите в комментариях обязательно еще какую-нибудь неисправность, но именно с системой, я вот так навскидку, я не могу сказать, в чем еще могут быть проблемы. То есть, с электрикой, да, с каким-то... Ну, это если мы рассматриваем вот такую простую систему, если нету каких-то шаговых клапанов, каких-то там нескольких 83 капиллярки, 43 испарителя. То есть, когда такая довольно простая примитивная система, то неисправности всего, на самом деле, да, три. То есть, это компрессор, капиллярка, либо утечка. Вот и все. То есть, предельно все просто, ничего не нужно бояться, нужно приходить все делать. Если у вас засор капиллярной трубки, то вы нормально заправить не сможете, вы это сразу почувствуете. Если у вас компрессор, то он, соответственно, не включается, да. Про утечку, как ее устранить, как найти, как запаять испаритель или еще что-то, мы в рамках этого курса не поговорим. Это уже более глубинное такое изучение и в более глубоком курсе мы об этом обязательно затронем эту тему и обязательно посвятим этому довольно много уроков. На этом все. По диагностике все. Обязательно читайте описание, которое мы пишем к каждому видео. Обязательно сначала посмотрите видео, потом почитайте описание. Если вы будете только смотреть видео, то никакого обучения у вас не получится. Никакого понимания того, как это происходит и вот этих глубинных процессов в вашем мозгу, их не произойдет. Обязательно читаем, смотрим. Читаем, смотрим. То есть именно на этом принципе построено образование и в принципе всех школ или еще чего-то. То есть в принципе постижения каких-то наук. Так что постигайте науку по ремонту бытовых холодильников. Всего вам самого хорошего. Удачи в ремонтах. Пока.